На этой тренировке мы бы хотели отработать один очень важный момент при подвороте на бросок. Стоите в обычной стоечке, в обычной, во фронтальной, скажем так. Делаем первый шаг. Очень важно смотреть сейчас за моими ногами. И сразу чуть-чуть поворачиваю ножку. Не просто вот так, а чуть-чуть сразу поверну ножку. Мы представляем, что у нас вот здесь вот стоит соперник. Дальше я подставляю вторую ногу и прокручиваю ножки. Прокручиваю, видите, они меня повернули. Для того, чтобы упростить немножко задание для вашего ребенка, можно поставить тапочки, кроссовки, неважно что. Примерно на ширину плеч подростка. Это якобы ноги. Якобы ноги нашего соперника, которого мы хотим бросить. И от этого мы будем отталкиваться, куда мы ставим первую ножку, то есть ваши две ноги, две ноги вашего ребенка, должны быть внутри ног соперника. То есть, если я делаю шаг вот сюда вот к ноге соперника, разворачиваю, и у меня две ножки в серединке. Вот вот такого броска у нас нет. Вот так вот мы и не делаем. Ножки в серединке. И так, после того, как вы отработали правильность этого упражнения, убедились, что ваш ребенок делает правильно, задание такое. Мы делаем десять подворотом ногами в одну сторону и десять в другую сторону. Как это выдвинуть. Встали, сделали подворотом ногами, выше. Подворот повернулись, выше. И так десять раз. Точно также мы делаем и в левую сторону. Десять раз в правую сторону, десять раз в левую сторону. Так же в этой тренировке отработаем имитацию Чукоми, так как у нас нету спарринга, нету партнера, поэтому просто будем имитировать Чукоми на заднюю подножку. Берем захват, рукав, вверх. Две ножки стоят в фронтальной стойке. Делаю первый шаг левой ногой, правой к маку. Левой ногой шаг, правой к маку. Вернулись. Левый шаг, правой к маку. Вернулись. Левой шаг, правой к маку. Вернулись. В левую сторону точно так же делаем. Поменяли захват. Левой рукой мы берем вверх, правой рукой берем в руках. Правой ногой шагаем, левой к маку. Вернулись. Правой шаг, левой к маку. Вернулись. Шаг, маку. Вернулись. Делаем. все по 10 раз, в каждую сторону 3 подхода. Не забываем, что после каждой тренировки мы делаем 3 подхода по 10 отжиманий, 10 приседаний и 10 прессов.